Я приглашаю к микрофону Марину Бессмертную. Сейчас мы узнаем, какие видео цепляют искусственный интеллект. Всем привет, меня зовут Марина, я CV-инженер команды Layer. Наша команда имеет большой опыт в работе с изображениями и видео. И про пару задач, связанных с видеоконтентом, я вам сегодня расскажу. Начали мы работу с поиском моментов видео с задачей поиска наиболее интересных хайлайтных сцен в фильмах. Для чего это может быть нужно? Для того, чтобы, например, генерировать короткие видео для различных платформ, для стриминговых сервисов, чтобы собирать превью для фильмов, сериалов и улучшать свои рекомендательные возможности. Так как у нас ограниченное время, давайте будем двигаться к решению, которое мы используем. И перед этим хотелось бы проговорить базовые моменты. То есть у фильма есть две модальности, аудио и видео, ими мы будем оперировать. Также немного про терминологию, то есть структура видеопотока. У нас видеоряд состоит из кадров, фреймов. Фреймы объединяются в шоты. Шот — это отрезок непрерывной съемки на одну камеру. То есть, соответственно, то, что между монтажными склейками, это у нас шот. И шоты у нас связываются в семантически связанные сцены. Думаю, здесь вопросов не будет, тут все понятно, поэтому перейдем к рассмотрению общей архитектуры решения. Мы будем двигаться по ней поэтапно. У нас есть фильм, для которого мы хотим получить хайлайты. Также при обучении мы подаем трейлеры. Трейлеры у нас служат своего рода разметкой для хайлайт-детектора. Здесь мы исходим из предположения, что в трейлеры попадают наиболее интересные, наиболее яркие сцены из фильмов. А это, в принципе, то, что нам нужно. Фильмы и трейлеры у нас отправляются в шот-детектор. Скажем пару слов про него. В качестве шот-детектора мы используем Transnet V2. Архитектура состоит из последовательных блоков Deleted 3D Convolution. Вот схему такого блока вы видите на слайде. Что у нас здесь происходит? У нас есть некоторая последовательность кадров на входе, которой мы применяем факторизованную свертку. То есть сначала мы проходимся по каждому кадру 2D сверткой с фильтром 3х3. Далее мы проходимся сверткой 1х1 с глубиной 3. То есть здесь мы уже сворачиваем несколько кадров, учитывая вот эту темпоральную составляющую. И мы берем эти свертки с некоторыми дилотациями. То есть мы берем кадры либо последовательно, либо каждый второй, каждый четвертый, каждый восьмой. И таким образом мы проходимся такими блоками по всем кадрам из фильма. И у нас появляются фич-мапы, которые учитывают взаимосвязь между кадрами в том числе. И мы можем на выходе предсказать для каждого отдельного кадра, является ли он границей для шота или нет. Будем двигаться дальше. Дальше из шот-детектора мы получили разметку на шоты. Они попадают в сцен-фичер-экстрактор. Это просто видео-энкодер. Здесь мы получаем имбеддинги для каждого отдельного шота, которые у нас попадают в сцен-детектор, где мы будем определять границу уже для сцен. И перед тем, как мы про сцен-детектор будем говорить, хотелось сказать пару слов про данные. То есть когда мы начали заниматься этой задачей, мы столкнулись с проблемой. Это недостаток размеченных датасетов. MovieNet — это главный датасет с различными аннотациями к фильмам. Он содержит менее 200 картин с разметкой на сцены. Таким образом было принято решение искусственно создать большой пул данных, на которых мы можем осуществить притрейн. Здесь показана примерно схема, как это делалось. То есть мы получали шоты для фильма. Далее мы брали два шота с некоторым расстоянием К и предполагали, что где-то между ними находится граница сцены. И дальше у нас задача была вот эти шоты между краевыми разделить на две группы так, чтобы сходство внутри каждой группы было максимальным. Таким образом мы создали некоторую псевдо-разметку на сцены. Конечно, это довольно шумные данные, но это позволило нам осуществить притрейн на большом объеме и далее уже файн-тюнить модель на вот этом маленьком пуле размеченных данных из MovieNet. Про сцен-детектор. Значит, мы получили разметку на шоты. Мы прогоняем через замороженный видеоэнкодер, получаем фичи для каждого шота. Далее в блоке трансформер-энкодера они обогащаются глобальной контекстной информацией, грубо говоря, знакомятся друг с другом, после чего попадают в MLP-блок, на выходе из которого мы предсказываем нули и единицы. То есть является ли этот шот границей для сцены или нет. И таким образом мы пытаемся предсказать границы сцен. Идем дальше. И сейчас мы перейдем к рассмотрению непосредственно highlight-детектора. Наша разметка на сцене пригодится нам на финальных этапах. То есть все те же шоты. У нас есть две модальности – видео-аудио. Мы, соответственно, извлекаем фичи каждой модальности в соответствующих энкодерах. Далее они в Unimodal Encoder блоках знакомятся друг с другом, обогащаются глобальной информацией. Мы фьюзим эти модальности в CrossModel Encoder. Далее мы попадаем в блок контрастива. И здесь нужно вспомнить то, что я говорила про трейлеры в самом начале. То есть трейлеры у нас представляют собой набор вот таких наиболее хайлайтных моментов. И задача контрастива блока – это сблизить моменты в пространстве фичей, моменты, которые мы считаем хайлайтными, в пространстве фичей так, чтобы они находились рядом друг с другом и в удалении от остальных шотов фильма. Модель у нас в целом решает две задачи. Это классификация, то есть мы предсказываем, является шот хайлайтом или нет. Плюс мы пытаемся как-то какой-то скоростью хайлайтности предсказать, дать какую-то оценку и, соответственно, как-то ранжировать наши шоты по степени хайлайтности. Мы рассмотрели, как в целом выглядел наш пайплайн для получения предсказаний модели. Теперь хотелось бы сказать пару слов про постпроцессинг. То есть мы получили предикты, далее мы отбираем сцены по длительности. Здесь важно. Мы предсказывали для шотов, а далее мы берем разметку на сцены, усредняем оценки по хайлайтности для каждого шота и таким образом отбираем наиболее хайлайтные сцены. Мы отбираем их по длительности от 40 до 150 секунд, чтобы они не были слишком длинные, но при этом были содержательные. Плюс мы, конечно же, учитываем оценки уверенности модели в границах сцены, оценки уверенности хайлайт детектора, и мы таким образом отбираем от 3 до 5 наиболее удачных моментов, в которых модель уверена. Мы проговорили про хайлайт детекшн в фильмах, но нам хотелось большего. То есть нам хотелось искать моменты на более широком домене видеоконтента и искать не просто самые интересные моменты, а в принципе искать все, что угодно, основываясь на текстовом запросе пользователя, например. И таким образом мы перешли к задаче Moment Retrieval. И перед тем, как я опять же приду к рассмотрению архитектуры, которую мы используем, хотелось бы немного сказать про истоки, скажем так. Это работа Moment Detter. Что вообще такое Detter? Это Transformer Based Detector. И первой работой, в которой предложили использовать Detter-like архитектуру для детекции не объектов, а интервалов видео, это был, соответственно, Moment Detter. Здесь практически полностью переиспользуется его архитектура Detter. Что у нас здесь есть на вход? На вход у нас подаются, вот внизу видите, конкатенации видео токенов и текстовых токенов. Здесь вкратце скажу, как мы вообще получаем эти видео токены. Мы видео разбиваем на двухсекундные фрагменты. Из этих двухсекундных фрагментов мы извлекаем фичи, и эти имбедники у нас становятся нашими видео токенами. В дальнейшем для удобства вот эти двухсекундные фрагменты я буду называть клипами. То есть мы разбиваем на клипы, извлекаем фичи. Это наши токены для видео. Видео и текстовые токены у нас конкатенируются по скрытому дайменшину. Мы их прогоняем через энкодер. На выходе мы их отправляем в линейный слой. После чего мы считаем сайленсис коры. Что такое сайленсис коры? Это оценка от 1 до 5, насколько один конкретный клип релевантен нашему текстовому запросу. То есть это условно какая-то оценка важности этого фрагмента. Также у нас на вход в декодер подается n обучаемых векторов, из которых мы потом, прогнав их через декодер, прогнав через блоки FitForward Network, сможем получить предсказания. То есть мы предсказываем два класса foreground и background. То есть foreground для интервалов, которые релевантны, background для всего остального. Плюс мы предсказываем центр и ширину интервала. Матчим наше предсказание с ground true с интервалами, считаем лоссы и таким образом у нас модель обучается. Теперь такой высокоуровневый общий обзор архитектуры, которую мы используем. У нас есть, соответственно, два текстовых запроса. У нас есть текстовый запрос, есть видео. В блоке feature extraction мы извлекаем фичи из этих двух модальностей. У нас также есть вспомогательный блок dummy encoder. Там мы получаем вот эти вспомогательные dummy токены. Про то, что это такое, зачем это нужно, я обязательно расскажу чуть позже. Далее мы фьюзим модальности в encoderе с adaptive cross-attention. У нас есть отдельный блок, в котором мы генерируем silency token. Если вы помните, в Moment Detre silency token считался с помощью линейного слоя на выходе из encoder. А здесь же мы генерируем специализированный токен для этого. И это все подается на вход Deter-like Moment Detector. То, что сверху, это вспомогательный блок, он нужен только для трейна. Про него я тоже скажу пару слов чуть позже. Итак, у нас есть текстовый encoder, из которого мы получаем текстовые токены. И у нас есть видео-encoder, напоминаю, двухсекундные фрагменты. Из них мы получаем беддинг, это наши видеотокены. Здесь на схеме сразу помечены релевантные и нерелевантные вот эти двухсекундные клипы. Здесь нужно отметить, что в предыдущих подходах использовали две модели для извлечения фичей из видео. То есть мы брали какой-то видео-encoder, плюс мы брали картиночный encoder из модели клип. Потому что по классике текстовый encoder брался из клипа. И для того, чтобы обеспечить лучший матчинг с фичами текста, мы конкатинировали фичи из видео-encoder и картиночного encoder модели клип. Таким образом у нас увеличилась размерность имбеддинга, плюс мы использовали две модели. И это все, конечно же, влияло на computational cost. Здесь нам удалось это условно обойти за счет того, что появилась модель V-clip. То есть это видеоклип, то есть он умеет работать с видео, при этом у нас уже есть автоматически встроенный хороший матчинг с текстом. Тут, я думаю, все понятно. Дальше у нас есть encoder blocks, adaptive cross-attention. Дами токены у нас здесь появляются. Для чего они нужны и как они появились? Мы сначала их случайно инициализируем, далее мы их конкатинируем с текстом, прогоняем через encoder, они обогащаются текстовой информацией, и эти обогащенные дами токены мы отрезаем. А зачем они нам нужны? Они нам нужны для того, чтобы в блоке attention перетянуть на себя большую часть внимания для нерелевантных видеофрагментов. Соответственно, на схеме справа вы видите веса attention после softmax, и здесь мы стремимся, чтобы для релевантных веса там, где у нас текстовые токены были близки к единице, а для нерелевантных были близки к нулю, чтобы большую часть внимания на себя перетянули дами токены. Дальше мы эту часть с дами токенами отрезаем и, соответственно, умножаем эти веса на value. И на схеме показано, что мы считаем суммы для каждого видеофрагмента по текстовым токенам, и мы можем эти значения интерпретировать как clipwise query correspondence, то есть мы стремимся, чтобы был ноль для нерелевантных, единицы для релевантных, и это у нас, соответственно, оценки того, как каждый видеофрагмент в отдельности соотносится с текстовым запросом. И здесь мы можем дополнительно накидывать, соответственно, бинарную кросс-энтропию на эти значения. Плюс я говорила, что у нас есть блок, в котором мы генерируем silency token. Страшно, очень страшно, но я думаю, мы справимся. У нас, соответственно, есть наши прекрасные видео-токены. Мы их усредняем, получаем некоторый усредненный вектор контекста. Вычитаем его из видео-токенов, получаем набор их отклонений. И у нас есть пул кандидатов, это обучаемые токены, пул silency кандидатов. Мы их перемножаем друг на друга, накидываем softmax, и у нас получаются оценки того, насколько каждый из этих кандидатов в пуле, этих обучаемых векторов, релевантен нашим видео-фрагментам. Мы здесь домножаем на вот эти вот оценки релевантности клипов для того, чтобы нерелевантные видео-фрагменты у нас меньше вносили вклад в эти веса. Мы усредняем значения для каждого кандидата из пула, выбираем максимальное значение, соответственно, этого кандидата мы выбираем, домножаем его на этот вес, у нас получается moment-descriptive-токен. Добавляем к нему этот вектор видеоконтекста и получаем то, что мы будем использовать как silency-токен для получения silency-скоров в дальнейшем. Какая здесь идея? Здесь идея в том, что используя не один обучаемый вектор, а некоторый пул кандидатов в процессе обучения, у нас эти кандидаты начинают лучше матчиться на определенные типы видеоконтента. У них появляется специализация. И таким образом мы можем для разных типов видеоконтента наиболее подходящим образом считать их оценки. Соответственно, то, что мы получили, это у нас видео-токены, уже обогащенные текстовой информацией, они уже прошли через cross-attention. У нас есть глобальный silency-токен, который мы сгенерировали. Здесь тоже, как вы можете узнать, как в Moment Detour, это тоже Detour-like архитектура. Мы это все подаем на вход. И дальше мы silency-скоры получаем, посчитав dot-product между этими обогащенными видео-токенами и глобальным silency-токеном. Мы это нормируем. И это будут наши оценки релевантности по каждому видеоклипу. Здесь важное отличие от Moment Detour, то, что мы используем не просто Detour-архитектуру, мы используем denoise-dub-detour. Dub-detour позволяет нам использовать вместо вот этих вот обучаемых кверисов, обучаемых векторов, обучаемые анкоры. Плюс он внутри разделяет пространственную и контентную информацию, что позволяет быстрее сходить со модели. А denoise-detour, он нам позволяет прокидывать больше позитивного сигнала в модель. То есть мы к этим обучаемым анкорам подмешиваем условно хорошие анкоры, которые по сути представляют из себя наши таргеты с некоторым добавленным шумом. То есть мы получаем предсказания, мы их матчим на наши ground-truth интервалы и таким образом получаем предсказания о модели. Это вот вспомогательный блок, про который я хотела тоже пару слов сказать. Здесь мы дополнительно, скажем так, двигаем фичи друг к другу. Мы инициализируем случайным образом moment-токен и sentence-токен, разбиваем наши видео-токены на две группы, релевантные и нерелевантные, и, соответственно, на текстовые и на dummy-токены. Прогоняем их через энкодеры, и у нас вот эти токены, которые мы добавили, они обогащаются информацией, соответственно, обо всех релевантных, обо всех нерелевантных видеофрагментах, и мы их можем интерпретировать как некоторые прототипы для релевантных, для нерелевантных, для текстового запроса, для dummy-токенов. И дальше мы, соответственно, в манере контрастов-лёрнинга пытаемся их приближать друг к другу, соответственно, прототипы релевантных видеофрагментов к текстовому запросу, нерелевантных к нерелевантным. И это тоже нам помогает дополнительно сбежать фичи в пространстве. Теперь пару слов про результаты. То есть я говорил вначале про модель Moment Detour. Это был своего рода бейзлайн, на котором основывались потом различные модификации. Мы здесь за основу в нашей работе брали CG Detour, которая относительно новая модель. На момент выхода была сотой в этой задаче. И, применяя различные модификации, у нас получилось побить по метрикам. Соответственно, здесь recall при разных порогах IU score, min-average precision. И вот эти последние две метрики, они у нас для определения вот этих вот scorer, silences scorer, условно scorer highlight-ности. Это тоже min-average precision. И лосс на то, как мы умеем ранжировать по степени highlight-ности наши видеофрагменты. Работа не закончена. То есть работа еще идет, эксперименты еще проводятся. Но уже сейчас, применив наши модификации, у нас получилось довольно заметно превзойти по метрикам предыдущую сотомодель. На этом у меня все. По QR-коду вы можете перейти в телеграм-канал нашей команды. Мы там стараемся выкладывать интересные посты и о технологиях, и о нашей работе. Там будет презентация, в комментариях которой можно будет задавать вопросы и обсуждать какие-то интересующие моменты. У меня все. Есть ли вопросы из офлайна, из зала? Привет. Я тут, правее. Все, привет. Спасибо за доклад. Легкий первый вопрос, как это попробовать, потому что я в телеграм зашел. Там это есть? На самом деле работа все еще ведется. Именно какой-то демо-версии пока нет, но следите за апдейтами, она обязательно появится. Понял. И второй вопрос. По первой части, когда вы выявляли хайлайты из фильмов, а вы не думали размечаться на ютубе? Огромная выборка, уже размечены наиболее популярные куски, где кликают, где пересматривают люди. Если убрать рекламу, которую они перелистывают, остается самое интересное. По мне, очень полезный инструмент для видеомейкеров, которые могут сразу же загрузить свое видео и увидеть, какой релевантный кусок будет для людей. Может, они туда будут больше рекламы пихать на эту часть или какую-то интересную информацию. Спасибо большое. Это очень интересный вопрос. На самом деле, размышления о возможных применениях этой технологии, они у нас действительно есть, и в том числе в сторону ютуба. Так что, да, мы планируем работать в этом направлении. Спасибо большое. Я тут. Спасибо за доклад. Интересно. Где-то в середине я отстал и не догнал. Мне, в продолжение предыдущего вопроса, мне кажется, что использовать, господи, как они называются, трейлеры в качестве псевдоразметки не совсем правильно, потому что в трейлер пихают не совсем хайлайты, иначе бы в кино бы мало кто ходил. Вопрос другой еще, собственно. Вы сказали, что у вас две головы, одна классифицирует, другая ранжирует. А почему нельзя ставить один классификатор, а его логиты использовать для ранжирования? Ну, в целом это хороший вопрос. Мы пробовали и так, и так, и при втором варианте, который мы использовали в итоге для опрода, у нас метрики получились лучше, поэтому мы оставили такой вариант. Я, к сожалению, сейчас не вспомню конкретные оценки, но достаточно, чтобы принять решение в пользу этого решения. Спасибо большое за доклад, очень интересный. Я так понял, что у вас уже заранее готова нарезка на шоты видео, то есть шоты предсказаны, но тем не менее в модели вы подаете двухсекундные отрезки видео. А почему не шоты? С чем это связано? Мне кажется, это бы ускорило... Повторите, пожалуйста, вопрос. Вы в модель подаете, как я понял, двухсекундные отрезки видео, да? Вы сейчас говорите про первую или про вторую модель? Про предсказание сцен. Про предсказание сцены. Нет, мы в сцен-детектор подаем шоты. А шоты? Да, шоты, шоты. А почему тогда не шоты подаются в предсказаниях хайлайтов? В предсказаниях хайлайтов тоже подаются шоты. А тоже шоты, да? Да, да. То есть у нас сначала фильм проходит через шот-детектор, и дальше мы уже оперируем только с шотами. А двухсекундные фрагменты это для любого видеоконтента, потому что шот это специфичная вещь для фильмов, потому что они монтируются специальным образом, и у них есть эти монтажные склейки, есть понятие шот. А если мы берем совершенно случайное видео, где там человек просто снимает свой день на телефон, например, там в принципе нет такого понятия, как шот. Я понял, то есть для длинных шотов, условно говоря, таких? Ну, в целом, да, да. То есть мы можем в принципе все рассматривать как шот. Спасибо. Давайте еще один вопрос из оффлайна. Да, спасибо. Последний. Спасибо за доклад. Вот у меня по продуктовому применению вашего пайплайна вопрос, собственно, каков он. Казалось бы, это что-то для создания трейлеров, для онлайн кинотеатров, но как input тут уже используется трейлер, соответственно, что с моделью можно делать, каково применение? Ну, здесь input. Трейлер используется для input, а только для обучения, для того, чтобы мы научили модель понимать, что такое хайлайтный момент для разных типов фильмов, разных типов контента. Соответственно, когда мы генерируем, мы подаем только фильм, трейлер там уже не подается, и мы можем сгенерировать наиболее интересные моменты из фильма для того, чтобы показывать их, например, людям в онлайн кинотеатрах, как я уже говорила, для того, чтобы помочь человеку, допустим, выбрать фильм. Это вот, наверное, такое самое первое, самое базовое применение, которое может быть. Плюс довольно популярны различные, там, собирать короткие ролики с интересными какими-то цепляющими моментами из фильмов, и на этом тоже многие делают контент. Это тоже можно автоматизировать. Спасибо. И давай, если получится быстро ответить, вопрос из сети. Можно ли использовать LLM-подход для детекции хайлайтов, например, с помощью подхода из Large World Models? Так, еще раз, пожалуйста. Можно ли использовать LLM-подход для детекции хайлайтов, например, с помощью подхода из Large World Models? Это, в целом, довольно интересный вопрос. Вот так вот быстро, я думаю, что я не смогу на него ответить. Поэтому, если это действительно интересно, пользователю, который его задал, вот наш телеграм-канал, он может присоединиться, и там уже я и мои коллеги продолжим это обсуждение. Спасибо. У меня все, спасибо. Спасибо, Марина. Спасибо.